Мальчишки и девчонки Все даты выхода игры указаны на момент релиза видео. Всем доброго времени суток, выводы лета походят к концу, но зато отличная погодка на горизонте. Будем надеяться, что она не изменится к концу лета. Кстати, 1 августа наступит праздник Ламас, так называемый День Бога Хлеба, не забудьте сходить с родными прогуляться по лугам. Так что же ждет нас в августе? И первая игра в списке – Secret 3, сюжетная линия, которая начинается спустя тысячу лет после первой части. Главным антикодистом в этот раз выступит Зейн Эшн. Он пытается найти и собрать древний артефакт Сердца Анкарии. Наша задача – помешать ему, попытно выполняя побочные квесты. Обещают, что полное прохождение игры займет около 100 часов. Дата выхода намечена на 1 августа 2014 года. Road Not Taken – именно так именует себя новая инди-головоломка с элементами квестов и крафта. Ваша основная задача в игре – выбраться из леса до наступления жуткой бури. Понадобиться снабжать себя едой и очагом, чтобы не замерзнуть попутно, спасая детей, попавших в неприятности, и получая благодарность за их возвращение в родные пенаты. Дата выхода намечена на 5 августа 2014 года. MX versus ATV Supercross – гоночная игра, продолжающая серию о мотокроссе. У тебя появится возможность проверить их на прочность состязаний как в карьере, так и в сетевых баталиях с друзьями. Гонщики могут выполнять различные экстремальные трюки. Вам остается только не упасть в грязь лицом. Ультра Street Fighter IV представляет очередное дополнение к официальному Street Fighter IV. Оно добавит 6 новых арен и 5 новых персонажей, один из которых полностью новый. И теперь у нас будет возможность запробовать их в бою, а значит и увидеть 5 новых историй, которые они нам поведают. Дата выхода намечена на 8 августа 2014 года. Horizon 3 Titan Lords возвращается к средневековой тематике, которая была в оригинальной Ryzen. Наш протагонист потерял душу, и лишь изначальные маги смогут вернуть ее. Нас ждет множество опасностей на протяжении всего нашего пути, ибо магов найти не так просто, как кажется. В игре представлен большой, полностью открытый мир и новая боевая система, основанная на необходимости предугадывать действия противника, чтобы эффективно контратаковать комбинациями из физических атак и различных магических заклинаний. Дата выхода намечена на 12 августа 2014 года. Не могу не упомянуть Infamous Second Son First Light. Это дополнение поведает нам новую историю от лица Фетч Уокер. Сюжет First Light рассказывает историю девушки со сверхъестественными способностями. Геряйня должна сбежать из специальной тюрьмы для людей вроде нее и отомстить тем, кто когда-то ее обманул. Дата выхода намечена на 26 августа 2014 года. Westland 2. Что первое вы вспоминаете при слове пустошь? Может Fallout? Ну готов огорчить, к Westland 2 она не имеет отношения. Скажу вам, что цифра 2 в названии тоже стоит не просто так. Когда-то давно, еще в 1988 году была выпущена игра Westland. Спустя четверть века Брайан Фарго, продюсер первой части, начал проект по сбору средств для создания Westland 2 при помощи сервиса Kickstarter. За два дня было собрано более 1 миллиона долларов. А теперь мы с вами сможем насладиться плодом их постапокалиптического труда. Дата выхода намечена на 29 августа 2014 года. Выйдет и переработанное метро. В переиздание добавит в метро 2033 функционал метро Last Light. Чередование дня и ночи, новой анимации персонажей и тихого убийства. В сам Last Light добавят новые анимации персонажей и тихого убийства. Плюс новые режимы выживания, спартаница, а также рейнджер пак. Дата выхода намечена на 29 августа 2014 года. Квадрант – это инди-хоррор, повествующий нам отцепи событий, приведший к полной изоляции лаборатории и гибели ее сотрудников. В 1979 году астронавты программы «Аполлон» в ходе своей экспедиции на Луну привезли нечто, что теперь угрожает жизням сотрудников комплекса. История начинается с заготочного письма от некого Джона Малькольма. Дата выхода намечена на август 2014. На этой веселой ноте я вынужден с вами попрощаться, пожелать приятной и надеюсь теплой летней погодки, а также поздравить всех левшей с их праздником. Ждите следующий выпуск ближе к сентябрю. А с вами был как всегда Дезертир. До новых встреч, пока-пока! Если вам понравился данный ролик, не забудьте прокомментировать и рассказать о нем друзьям. Этим вы очень поможете развитию моего канала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова